всем привет друзья с вами алина васильева минавит онлайн размышления по событиям сегодняшнего дня ну лукашенко едет завтра на встречу с путиным я думаю что путин будет его склонять к участию прямому в войне против украины посмотрим что чем обернется загадывать рано сегодня прошли переговоры министра иностранных дел украины кулебы с чмошником который называет себя министром иностранных дел российской федерации таким неюри бентропом вернее называет он себя министром а мы его называем неюри бентропом лавров я предлагаю посмотреть сюжет как лавров сидит и мнет бумажки пока говорит свою заранее подготовленную лживую никак не соотносящуюся с реальностью ложь сегодня в основном говорили по инициативе наших турецких друзей о гуманитарных вопросах и мы объяснили какие меры предпринимают наши военные на земле для того чтобы содействовать облегчению участи гражданских лиц которые оказались значительной степени в значительной своей части заложниками их используют и батальона так называемые добровольческие и силы так называемой территориальной обороны в качестве живого щита и эти факты вам хорошо известны регулярно несколько раз в день наши официальные лица в том числе министерстве обороны делают соответствующие сообщения для средств массовой информации мы подтвердили что инициатива с которой выступила свое время российская сторона по ежедневному открытию гуманитарных коридоров она остается в силе маршруты таких коридоров время их открытия определяются теми кто контролирует обстановку на земле исходя из анализа ситуации и исходя из необходимости выбирать наиболее безопасные наиболее эффективные маршруты для выхода гражданских лиц когда я смотрю на это мне вспоминается старшее поколение наверное помнит гкчп когда янаев в своей речи типа нового президента вот также мял бумажки у него точно также тряслись ручки и все это вызывает определенный ассоциативный ряд похожий мы сейчас наблюдаем начало конца империи как после гкчп спустя несколько месяцев развалился советский союз свидетельство тому не только нервничание и странное не похожее на обычную уверенную манера поведения лаврова а все что происходит в российском инфопространстве крысы которые так долго облизывали режим и призывали к войне вспомним соловьева берут города в россии знают как берут города есть определенная техника как входить в город и если в города ходить не собирались не война в город ты ничего не сделаешь что голову что ли брать осаду но за шлангевшего тяня и одного серьезного города не взяли но всем сам и то так что оболтава то уже сколько уже почти две недели сначала операции ни одного города не взяли ни в одном городе не сменилась власти наоборот все что происходит только укрепляет власть города да какой оперативный план был мне не докладывали это что по библейской по библейской легенды будут ходить кругами вокруг ерихона и трубить в трубы когда власть упадет вот эта библейская легенды полтава что здесь идеи возле полтавы гуляют я еще раз повторю ни в одном городе не была не сменилась власть власть находится в городах не между городами не в пригородах и вот это все вызывает вопросы на которые ответов нет а вырисовываются ответы проблематично так я вижу эту ситуацию сегодня при этом очевидно что мы все равно считаем все еще один надо и очевидно что чтобы не было нас будут ненавидеть запад ненавидеть долго а войну не выиграть или там не завершить эту операцию с заявными целями мы просто не можем потому что в конечном итоге и приведет иначе к гибели самой России если в ближайшие дни не высаживаются на поверене Черного моря и не подходят к Адессе но я не понимаю зачем это надо было если все для того чтобы признали Крым или для того чтобы признали Луганскую и Донецкую область а Луганскую область еще до конца не освободили две недели мое завтра скрещение освобождено за две недели две недели можно было дойти до Львову и обратно завтра скрещение освобождено это те вопросы которые есть куда это идет начинать операцию только для того для признания Крыма признание Крыма и дальше что ни одни санкции не будут отменены по отношению к России и вообще при чем тут санкции какой смысл в том что Исальянский скажет что ну хорошо я подписан черт с вами задавитесь Крымом да его же парламент это не одобрит миру на это вообще напрягать миру сразу скажет а мы не признаем и все вы просто его вынудили а зачем надо было из-за Крыма из-за Крыма надо было брать Херцов или для того чтобы получить от Зеленского признания Крыма надо было положить более 500 солдат и офицеров нет и так настроение и так настроение тяжелое ты сейчас меня своим пессимизмом совсем грусть гоняешь вспомним Шахназарова по поводу значит ну на мой взгляд мы конечно об этом много здесь говорили по поводу разорванности украинского народа его как бы север юг там запад восток и я про это много говорил ну надо отдать должное они за 30 лет судя по всему вообще сколотили нацию та нация которая за пределами ну Донбасс Крым ну вообще ощущение что вот эта нация которая центральная западная Украина она стала достаточно единой ну давайте не будем смотреть мы не видим массовой сдачи в плен мы видим мы не видим так сказать особые как говорится особой приветливости со стороны украинских граждан и мы не видим ну да мы видим упорное сопротивление ВСУ которое как бы видимо полагалось что они кроме нацбатов ВСУ видимо как то они не будут сражаться они сражаются ну мы не будем отрицать реальность поэтому мне кажется за эти 30 лет они они превратили их в единую нацию какой-то в единый этот не факт что это что это война для них не станет мифом в их идеологии поскольку как говорится других то мифов особенно у них нету но в этом смысле они постарались то есть это западная Украина и конечно их кураторы но с этим надо считаться видимо какая то недооценка здесь была но я из этого опять прихожу к той мысли что как я уже говорил все таки все таки надо какое то обращение к украинскому народу он все таки должен точно понимать чего мы хотим понимаете вот я пока не вижу потому что разные эти так сказать ну Дмитрий Сергеевич сказал ну там Лавров сказал ну вообще это как то так понимаете я если наша все таки у нас есть какие то идеи по поводу того что разделить Украину запад там центральная Украина отдельно ну у меня ощущение что это не 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 очень как говорится может получиться есть еще один момент который честно говоря тоже меня удивил но это реальность ну мы не видим никакой политической силы которая бы стала какой то основой для создания какого то нового политического этого режима да начинают проявлять некоторые непослушания периодически позволять себе в эфире вещи которые немыслимо было бы позволять еще две три недели назад вот вся эта сволота сейчас теряя все что у них было боясь трибунала будет между собой грызся посмотрите начнется такая крысиная возня которая конечно не имеет никакого отношения к совести но это тот процесс брожения который и есть и будет началом конца самой злой и страшной империи современности российской империи уверена что так будет других вариантов никак не предусмотрено Украина победит это было очевидно с первого дня с первого дня полномасштабной войны и с первого дня полномасштабной войны и даже за пару дней до того как начал выступать путин было понятно что это болото параллельно начнет съедать само себя делитесь этим видео у нас под каждым видео стоят стоят счета по которым можно помочь вооруженным силам украины помогайте слава украине и становитесь нашими патронами учимся говорить правду вместе как всегда всем пока слава украине живи беларусь пока я не знаю как посмотрите как